Какая она, Тверь современная и Тверь будущего? Творческое мнение и взгляд на родной город продемонстрировали тверские школьники. В 34-й школе подвели итоги конкурса «Город Тверь. Лицо России». С победителями пообщался наш корреспондент. Поговорить с детьми о родном городе, помечтать о том, каким он может стать через несколько десятилетий, предложили тверским школьникам. Причем сделать это можно было в двух творческих форматах. Написать сочинение или нарисовать рисунок. Отрадно, что дети описывают наш город сегодняшний и, конечно, отмечают именно, что город старинный, что много памятников, что много для детей делать, какие изменения в городском саду. Когда они говорят о городе в будущем, что тоже приятно, они говорят, во-первых, о том, что хотим, чтобы появились новые технологии, хотят небоскреба, вот что интересно. Говорят о развитии наших предприятий и, конечно, говорят о том, что в городе было чисто, красиво. И это тоже нас настраивает на блажительный лад, что дети понимают, что жить в красивом, чистом, культурном, высокотехнологическом городе – это хорошо. Дети из разных школ города и даже колледжей приняли активное участие в конкурсе. В Оргкомитет поступило более 160 рисунков и около 60 сочинений. Обращаясь к вот этому историческому наследию, ребята, конечно, и перечитывают историю, вновь обращаются к тем великим архитекторам, которые у нас творили с мировым именем, к тем литераторам, которые прославили на всю планету нашу городскую область. И это очень здорово. И мы будем надеяться, что, базируясь на вот этих ценностях, на вот этой культуре, что они и дальше будут прославлять наш край, станут достойными литераторами, художниками, учеными. Тверско-областное отделение Международного общественного фонда «Российский фонд мира» продолжает организовывать интересные конкурсы для детей. На этот раз мероприятие проводилось совместно с Тверской городской думой, управлением образования Твери и общественной палатой. Лучшие работы будут размещены в буклете, который будет выпускаться к 30-летию Тверской городской думы. Поэтому у ребят очень хорошая возможность в этом плане, ну вот, к хорошему пониманию этого слова, прославиться. Денис занял второе место в конкурсе рисунков. Он изобразил на холсте то, какой видит Тверь в будущем. Высокие здания, летающие машины. И я хотела, чтобы Твер была новой, но про свою историю не забывала. Теперь лучшие работы школьников появятся на памятных буклетах, которые будут выпущены к юбилею Тверской городской думы. И как знать, может, среди этих мальчишек и девчонок есть те, кто в будущем станет великими архитекторами, художниками, литераторами или учеными. Продолжение следует...